Я профессиональный юрист, поэтому резко не меняла свои деятельности. У меня своя юридическая компания, которая обладает лицензией на право оказания юридических услуг на территории Республики Беларусь. Последние 7-10 лет я пытаюсь привлечь инвестиции в Республику Беларусь. Я работаю с крупными зарубежными компаниями, которые, поверьте мне, имеют желание прийти работать в Республику Беларусь, но искренне не понимают тех условий, которые предлагает им наша сегодняшняя власть. Безусловно, сегодня я уже вижу одного своего союзника и сторонника, это Алена Анисин, с которой, я надеюсь, мы будем прилагать усилия для того, чтобы поддержать белорусский язык и белорусскую культуру. И я надеюсь, что те депутаты, которые пришли и говорят, что они хозяйственники, тоже смогут, может быть, поддержать наши какие-то идеи и начинания. Безусловно, немножко борисно от того, что все-таки в Беларуси нет свободных, честных, открытых выборов. Но я с уверенностью могу сказать, что если бы в Беларуси существовали открытые и честные выборы, безусловно, мы бы все равно были на них победителем. То, что мы баллотировались по одному округу, и то, что Татьяна тоже знакома с проблемами, которые волнуют данный округ, я не буду отказываться категорично от ее помощи. Но, к сожалению, могу сказать, что наши взгляды на политическую ситуацию в республике отличаются и отличаются кардинально. Поэтому думаю, что какое-то тесное и плодотворное сотрудничество может не получиться. Спасибо. 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 Спасибо.